Божий путь выглядит так. Собирающий трудами умножает богатство. Любая возможность быстро разбогатеть должна отозваться красным сигналом в вашем духе. Библия говорит, в книге-притче спешит к богатству завистливый человек. Человек, который спешит к богатству завистлив, собирающий трудами умножает богатство. Сладок сон трудящегося. Мне так нравятся все эти стихи. Рука прилежных обогащает. Божий путь — это труд. Это прекрасно. Аминь. Благословение Господне оно обогащает и печали с собою не приносит. Сегодня с пастором Джозефом Принцем. Слава Богу! Вы готовы слушать слово? Пасхальная неделя — удивительный период времени. Пасха не всегда совпадает с иудейским шаббатом. Она может выпадать на вторник или четверг. В этот раз она выпала на вечер пятницы. Шаббат. Первый день Песоха — день шаббата. Это очень интересно, потому что это Страстная Пятница. Я прав? Мы знаем, что в тот год, когда Иисуса распяли, Пасха выпала на шаббат. Иисус таким образом стал совершенным пасхальным агнцем. Он исполнил Пасху. Он был распят. Когда он был распят и умер, солдаты торопились снять его тело с креста, потому что близился шаббат. Тело нужно было положить в гробнице, потому что близился шаббат. Библия говорит, что женщины тоже отправились отдыхать. Они в это время тоже строго соблюдали шаббат. В тот год был не просто шаббат, а великий шаббат. Давайте прочтем об этом в Писании. Исход, 12 глава. «И сказал Господь Моисею Аарону в земле египетской, и говоря, месяц сей добудет у вас с началом месяцев, первым добудет он у вас между месяцами года». Египет пережил 9 казней. Это часть истории освобождения и выхода евреев из Египта. Не забывайте, перед этим произошло 9 казней. Все эти 9 казней, говоря до сезонах последнего времени, в котором мы живем. Знаете, какой была 9 казнь? Это казнь, что предшествовала 10, а точнее, ночью накануне Пасхи, в чем заключалась 9 казнь? Помните? Тьма, которую можно было ощутить. Написано, что ее буквально можно было ощутить. На народ сошла тьма, и этот факт говорил и о нашем с вами времени. Кто из вас может сказать «Амин» на то, что тьма покрывает землю? Люди не знают, как себя вести, им простые вещи перестали быть простыми, здравый смысл перестал быть здравым, мораль уже совсем не та. Правильное стало неправильным, а неправильное стало правильным. Ценности, системы, мышление — все на земле говорит о тьме. Да, это время тьмы. Давайте откроем 10 главу книги Исхода. В этот период тьмы люди не видели друг друга, и никто не вставал с места своего три дня. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их. С пророческой точки зрения мы живем в период тьмы. Я прав. Так же было и перед появлением Агнца. К слову, в книге Откровения Господь снова назван Агнцем. Чаще всего его называют именно так. Агнец стоял посреди престола. Это значит, что Бог возвращается к кульминации вновь и станет пасхальным Агнцем. Аминь. Мы живем накануне этого времени. До этого период страшной тьмы. Однако Библия говорит, тьма покроет землю и мрак народа. «Я над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою». У всех детей Божьих будет свет в их жилищах. Сразу после 10 главы Исхода идет 11 глава. Бог говорит очень глубокие истины. Давайте откроем 11 главу. Речь идет о 9-й казни, которая предшествует итоговой казни, смерти первенцев. «И сказал Господь Моисею, еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян. После того он отпустит вас отсюда. Внушу народу, чтобы каждый...» Указания о Пасхе впервые прозвучали в 12 главе книги Исход. Они были очень подробными. Это 11 глава Исхода. Бог говорит, я наведу еще одну казнь. Возможно, он говорил о Пасхе. Смотрите, что он говорит. Нет, нет. «После того, имеется в виду последняя казнь, он отпустит вас отсюда. Когда же он будет отпускать, с поспешностью будет гнать вас отсюда. Внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых». Третий стих. «И дал Господь милость народу своему в глазах египтян». Да и Моисей был весьма велик в земле египетской, в глазах рабов фараоновых и в глазах народа. Обратите внимание, в период тьмы в жилищах Божьего народа был свет. Но это еще не все. Кажется, что Бог говорит в это время о переходе богатства. Когда я читаю об этих вещах или говорю о них, кажется, что период времени один и тот же. А в какое время живем мы? В ранний период истории церкви? Нет, в финальный период ее истории? Да. Смотрите, что произошло на следующий день. Бог говорит о Пасхе в 12 главе книги «Исход» самого первого стиха. Давайте на какое-то время пропустим Пасху и посмотрим, что было дальше. Исполняется ли это слово? «И сделали сыны Израилевы, по слову Моисея, и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян». Возможно, вам покажется, что это было не совсем справедливым. Послушайте внимательно, это была оплата за много десятков лет работы без оплаты, причем с процентами. Они просто получали свою зарплату. Теперь вы понимаете это? Вас когда-нибудь обманывали? Или же вас когда-нибудь грабили? Или манипуляциями побуждали во что-то инвестировать? Скажу вам так, дети Божьи, будьте очень мудрыми. Божий путь выглядит так. Собирающий трудами умножает богатство. Любая возможность быстро разбогатеть должна отозваться красным сигналом в вашем духе. Библия говорит, в книге-притче спешит к богатству завистливый человек. Человек, который спешит к богатству, завистливый. Собирающий трудами умножает богатство. Сладок сон трудящегося. Мне так нравятся все эти стихи. Рука прилежных обогащает. Божий путь — это труд. Аминь. Благословение Господне оно обогащает и печали собою не приносит. Слава Господу! Божий путь — это десятина. Авраам принес десятину Мелхиседеку. А сегодня у нас есть первосвященник, сидящий по правую руку отца. Слово «богатый» заложено в само слово «десятина». На «еврите» богатый Асер, а «десятина» Маасер. Секрет Бога — это десятина, накопление своим трудом и приумножение. У Него нет схем быстрого обогащения. Будьте очень осторожны с этими вещами. Этот переход был совершенно законным. Бог дал народу благоволение, и люди получили воздаяние вместе с процентами за все годы работы. Кого-то из родителей уже не было в живых, а их дети все так же работали в рабстве многие годы. Ничего за это не получая. И вот за одну ночь им все вернулось. Какой период в это время был в мире? Период тьмы. Какой период у нас? Период света в жилищах Божьего народа. Аминь. Что это за период? Период, когда произойдет переход. Не нужно просто слушать своего пастора. Проверяйте, что это за период по слову Божьему. Аминь. Давайте откроем начало 12 главы и посмотрим, что сказал Бог. И сказал Господь Моисею Аарону в земле египетской, говоря, месяц сей добудет у вас начало месяцев, первым добудет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу Израилевых в десятый день сего месяца. Этот месяц Ниссан, и сегодня как раз десятый день Ниссана. Пусть возьмут себе каждый одного Агнца по семействам, по Агнцу на семейство. Скажите, Агнец, Бог сказал, этот месяц будет у вас с началом месяцев. Вы должны понять одну вещь. Календарные годы Иудеев начинаются с праздника Рош-Хашана. У них этот день равнозначен Новому году. Новый год начинается не в апреле, не в месяце Ниссане, а в сентябре, в канун праздника Рош-Хашана. Это их Новый год, месяц, в котором празднуют Рош-Хашана на семь месяцев подже Ниссана. Бог поменял дату Нового года, фактически Иудеи до сих пор отмечают Рош-Хашана, таков их светский календарь. Однако по духовному календарю год начинается в Ниссане. Хотите принять от меня пророческое слово? Оно от Господа. Забудьте все, что было в прошлом. Этот месяц будет у вас с началом месяцев. Это новое начало. Это новое начало. Возможно, вы совершили глупую ошибку, принимали глупое решение или сделали то, что не можете себе простить. Но забудьте о прошлом. Господь говорит это новое начало. Обратите внимание, в десятый день месяца, это как раз сегодня, пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. Сегодня еще не Пасха, она будет 14 числа, в десятый день начала подготовки по агнцу на семейство. Бог хочет, чтобы спаслось все семейство. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Четвертый стих. Только если семейство так мало, что не съест агнца, не бывает слишком большой семьи для агнца. Иисус больше, чем все наши нужды. Вы нигде не прочтете, что агнца слишком мало. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим ближайшим к дому своему по числу душ. Приводите всех друзей. По той мере, сколько каждый ест. Расчислитесь на агнца. Давайте вернемся к третьему стиху. Агнца. Скажите, агнца, мы познаем Иисуса постепенно, прежде всего, мы узнаем, что он агнец. Агнцев много, он один из них. Четвертый стих. Расчислитесь на агнца. Здесь речь идет уже об определенном агнце. Единственном и несравненном. Мы узнаем, что Иисус единственный. Затем сказано, агнец у вас. Сначала речь идет просто об агнце, затем об определенном агнце, и теперь этот агнец стал вашим. Вы знаете эту историю, потому я не буду ее читать дальше. Я просто хотел успеть поделиться с вами тем, что есть у меня на сердце. Мы не делаем ударения, а Бог подчеркивает, что в ту же ночь произойдет переход. Это очень интересно. Бог говорит об этом Аврааму. Авраам родил Иакова. Вау! Иаков родил Исаака. А Исаак родил двенадцать сыновей. А затем народ попал в рабство в Египте. Авраам был первым человеком, которому Бог озвучил это обетование. Бог пророчествовал об этом Аврааму после того, как тот дал десятину Мелхиседеку. Мелхиседек благословил его, принеся хлеб и вино. Я твердо верю, что в следующей главе содержится ключ. Бытие, пятнадцатая глава, и сказал Господь Авраам, узнай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет. Народ был в рабстве четыреста лет, а вышел за одну ночь. Но я произведу суд над народом, после сего они выйдут с большим имуществом. Сам Бог сказал, что в ночь накануне своего исхода из Египта народ получит большое имущество. Люди не выйдут бедными, они выйдут богатыми. Вы слышали это? Услышали? Я верю, что мы будем восхищены богатыми. И вот здесь появляется страх проповедовать. Кто-то скажет, а вы приверженцы Евангелия здоровья и богатства? Секунду, это не Евангелие здоровья и богатства. Вы ошиблись. У нас Евангелие благодати. Евангелие благодати. Давайте не будем переживать из-за того, что говорят люди, давайте проповедовать истину. Кто-то из вас в этом нуждается. Если у вас есть нужда, вы можете доверять в этом Богу. Когда вы верите Богу, к вам потечет обеспечение. Аминь. Это новое начало. Это новое начало. На церкви дух устрашения. Не проповедовать о здоровье, не проповедовать об исцелении, не проповедовать об исцелении и процветании. Мы не верим в процветание ради вашей личной корости и гордости. Речь совсем не об этом. Мы можем быть благословением, обеспечивая, а не быть мертвым морем, принимать и никому ничего не давать. Мы хотим быть галилейским морем с обилием рыбы. Обеспечение должно приходить и идти дальше. Мы должны быть благословением. Слава Господу. Не просто землей с молоком и медом, но землей, где течет молоко и мед. В этом смысл изобилия. Обетование заключается в том, что произойдет переход. Когда он будет? Все указывает на то, что это будет после тьмы, перед последней казнью. Бог сказал, когда я увижу кровь, я пройду мимо вашего жилища. Нас спасает кровь Иисуса, но в ту ночь произошло кое-что еще, и потому народ смог выйти. Псалом 104.30 «Темы вывел израилетян серебром и золотом, и не было в коленах их болящего». Я всегда делаю ударение на том, что в их коленах не было болящего. Мы с вами принимаем причастие. Сегодня для нас это одна из форм празднования Пасхи. Впервые она была учреждена в пасхальную ночь. Аминь. Обратите внимание, когда народ выходил, в его числе не было болящих. Не забывайте читать и первую строчку. Дух устрашения заставляет нас пропускать первую строчку. Там ясно сказано, что это произойдет в последние дни. Я верю, что так и произойдет. Давайте-таки быстро откроем 13 главу притчей. «Добрый оставляет наследство и внукам, а богатство грешника сберегается для праведного». Богатство грешника сберегается для праведного. Оно сберегается для праведного. Вы знаете, что грешники усердно трудятся? Они все время в работе, но их богатство для праведных. Аминь. Вам это не нравится? Только если вы не на той стороне. Как именно произойдет этот переход, я не знаю. Возможно, богатые грешники спасутся. Главное, что все будет законно. Возможно, на вас придет благоволение, и начальник будет к вам благосклонен. Скорее всего, так и будет. Когда вы просите, вы получаете. Это произойдет в последние дни. Все так и будет. Аминь. Это произойдет в последние дни. Послушайте, это не будет незаконно. Все будет совершенно законно. Мы не будем ничем манипулировать. Просто позволим Богу все устроить. Кому-то не нравится подобное учение, однако будет неправильно получать такое слово от Господа и делать вид, что я ничего не знаю, боясь быть раскритикованным. Проверьте все по Писанию сами. Таких мест Писания много, и все это точно произойдет. Давайте закончим на послании Аква. Здесь идет речь о нечестивых богатых. Есть праведные богатые люди, такие как Авраам или Давид. Богатые люди не всегда нечестивы. Не допускайте такую мысль. Итак, читаем дальше. «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас». Иаков обращается к нечестивцам. Это люди, которые удерживают у себя плату за труд, который причитается работникам. «Богатство ваше с гнило, и одежды ваше изъедено молье, золото ваше и серебро из-за ржавела, а ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест вашу плоть, как огонь». Теперь последняя фраза. «Вы собрали себе сокровища на какие дни?» Последние дни. «Мы живем в последние дни?» Ниже в 4 и 5 стихах говорится о том, что эти люди ограбили жнецов. Этим людям, живущим в аграрном обществе, не заплатили. «Вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитались сердца ваших, как бы на день, заклания». 7 стих. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня». «Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний». Увидев эти слова, я подумал, вот это да, это произойдет в период позднего дождя. Ранний дождь уже прошел, значит, все произойдет в период позднего дождя. Долго терпите, и вы укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Но до возвращения Господа должен произойти переход». Верно? Когда вы вознесетесь на небеса, переход уже будет вам не нужен. Вы попадете в место полного процветания. Аминь. Если вы с трудом воспринимаете процветание, то на небесах вам будет очень трудно. Бог, я и не знал, что ты именно такой Бог. Если в нищете есть святость, тогда на небесах все должно быть поддержанным, сломанным, как в секонд-хенде. Но нет, Бог не хочет, чтобы деньги обладали вами. Бог не хочет, чтобы деньги были идолом. Бог говорит, если вас обманули, то есть новое начало. Не пытайтесь вернуть что-то манипуляциями. Не пытайтесь вернуть что-то посредством лжи или хитрости. Если вам нужно лукавить, чтобы получить много денег или преувеличить их, вы называете это белой ложью. Это все равно ложь. Значит, вы не доверяете Богу. Если вы так поступаете, вы не доверяете Богу. Будьте терпеливы, братья. Переход богатства произойдет. С одной стороны, тьма. С другой, ободрение, потому что в жилищах Божьих детей будет свет. Затем вернется Агнец, чтобы восхитить церковь. Иисус назван Агнецем Божьим в книге Откровения. Верно? Агнец вернется за нами. Но до этого должен произойти переход. Может ли Бог доверять вам? Да, пастор Принц, Бог может мне доверять. А вы доверяете Богу? Когда Он что-то вам дает, вы возвращаете Ему часть, которую мы называем Десятиной? Я не прошу приносить Десятину, я говорю вам о Божьих путях. Бог сказал об этом Аврааму. Главой раньше Авраам принес Десятину Мелхасидеку. После этого во сне Бог сказал Аврааму, твои потомки выйдут с большим имуществом. Когда Авраам принес Десятину, его семя было благословлено. Прочтите в седьмой главе евреям о том, что потомки благословлены в отце Аврааме. Потрясающе! Десятины влияют на поколения. Аминь. Я должен приносить Десятину? Не должны, но это для вас благословение, если вы получили откровение. Аминь. 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 А вообще, мое послание о Пасхе. Бог свидетель, что меньше всего я хотел бы проповедовать о деньгах. Я люблю проповедовать об Иисусе. Склоните свои головы и закройте глаза. Бог любит вас. Приобрести вас, как приобрести Вселенную. Сам Иисус любит и ценит вас. Он считает, что ваша душа стоит того, чтобы Он пришел, пострадал от рук человека и умер на кресте, страдая от руки Божьей за то, что Он взял на Себя ваш грех. Все потому, что Он любит вас. Бог любит вас. Он послал Иисуса умереть на кресте ради вас и воскресил Его на третий день. Если вы с дети хотите получить прощение грехов, обрести вечное наследие и быть названным праведным, доверьте сейчас Господу Иисусу Христу и помолитесь со мной от всего сердца. «Отец Небесный, я исповедую своими устами от всего сердца, что Иисус Христос мой Господь. Я верю, что все мои грехи, которые Он вознес на крест, уничтожены. От них не осталось и следа. Ты воскресил Его из мертвых. Мои грехи упразднены, и Я объявлен. Иисус Христос Иисус Христос Мой Спаситель, Мой Искупитель. Спасибо, Отец. Во имя Иисуса. Аминь. Теперь вы, Дитя Божье и кандидат на переход. Более того, вы кандидат на восхищение. Теперь вы праведны в глазах Бога. Встаньте, пожалуйста. Слава Богу. Поднимите свои руки. Пусть на следующей неделе Господь благословит всех вас и ваши семьи благословениями про Отца Авраама, благословениями 28 главы Второзакония и всеми благословениями, которые первосвященник произносил на народ. Во имя Иисуса Христа. Пусть Господь хранит вас и членов вашей семьи при входе и при выходе. Пусть Господь защитит каждого из вас от всякой опасности, от всякой инфекции, болезни и от всех сил зла на этой неделе. Пусть Господь поможет вам все больше и больше видеть на этой неделе непревзойденную красоту личности Иисуса Христа и славу Его превосходства силой Духа Святого. Пусть Господь дарует каждому, кто слышит мой голос и всем вашим родным, свой мир, шалом и благополучие. Во имя Иисуса. Аминь. Благословений вам и до новых встреч. Друзья, мы верим, что это послание послужит вам и укрепит в вере. Спасибо, что остаетесь вместе с нами. Поддержите наше служение, и это видео смогут посмотреть еще больше людей во всем мире и познать Божью любовь. Будьте благословенны. Субтитры создавал DimaTorzok